Ампулы без учёта, врачебное сострадание с судебным финалом. Гори наездники, пьяные забавы на железном коне. Воронской фокус, элитные смартфоны за полцены. Криминальная транзакция, отмытые миллионы и студенты номиналы. На прошедшей неделе особо отличились автомобилисты, которые любят погонять под шофе. В итоге поплатились за пьяную езду не только нарушители, но и другие участники дорожного движения. За три дня нетрезвые водители спровоцировали сразу три ДТП, в которых тяжелые травмы получили пять человек. Репортаж Антона Булаева. 13 сентября в Уст-Цилимском районе пьяная девушка-водитель за рулём «Опель Астры» спровоцировала серьёзную аварию. В пять часов утра на одной из улиц деревни Чупчино она потеряла управление. Съехала на обочину, а затем протаранила бетонное ограждение. Пострадали. Водитель, девушка, 2000 года рождения. Она получила ушибленную рану левого колена, закрытый перелом левой голени. Также серьёзные травмы получили двое её пассажиров, которые были госпитализированы в местную центральную районную больницу. Известно, что все участники ДТП в момент дорожно-транспортного происшествия не были пристёгнуты ремнями безопасности. Оказалось, водительских прав юная сельчанка никогда не получала. Теперь, кроме штрафа, девушке грозит и уголовная ответственность. Всё зависит от тяжести, полученных пассажирами травм. Такая же перспектива грозит ещё одному любителю пьяной езды, который на своём автомобиле протаранил забор частного дома в Сыктывкаре. Травмы получила девушка, которая в момент столкновения была на переднем пассажирском сидении. Что побудило её, рискуя жизнью, сесть в автомобиль с нетрезвым водителем, пострадавшей объяснить полицейским так и не смогла. А это последствия крупной аварии в Сосногорском районе. После наезда на Бровку машина стала неуправляемой. Водитель 1981 года рождения, управляя автомашиной ДЭО, двигаясь по автодороге Ухта-Сосногорск со стороны города Ухты в сторону города Сосногорска, на третьем километре не учёл дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойотом. От сильного удара автомобиль развернуло и выбросило с проезжей части. Машины сильно деформировались. Для спасения пострадавших сотрудникам МЧС пришлось резать кузов. Водители в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Полицейские уверены, только пристёгнутые ремни безопасности сберегли мужчинам жизни. А эта авария с участием нетрезвого водителя в Сыктывкаре попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения. На записи видно, белая иномарка на кольце ЛДК на огромной скорости наехала на бордюр, пересекла проезжую часть, а затем протаранила деревянный забор. С травмой головы и переломом ноги виновника аварии госпитализировали. Что произошло накануне дорожного происшествия, пояснил пассажир. Со слов пассажира автомашины, они вместе с водителем употребляли алкогольные напитки до 2 часов ночи. Ну и впоследствии водитель сел за руль. Пассажир пояснил, что после дорожно-транспортного происшествия в автомашине сработали подушки безопасности. И для того, чтобы высвободить водителя, он предпринял меры по извлечению водителя из салона автомашины. Впоследствии водитель был госпитализирован, был не пристегнут к ремене безопасности. Оказалось, только за последний год водителя Тойоты 19 раз привлекали к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. Если слова пассажира о распитии алкоголя подтвердятся, его другу придется на 2 года распрощаться с правами, а также выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Больше 2,5 миллиардов рублей провернула через свои подпольные сделки группировка банкиров-нелегалов. Криминальную финансовую сеть по отмыванию доходов сыктывкарских коммерсантов сотрудники региональных МВД и УФСБ накрыли в конце августа. Всего было задержано 5 человек. Некоторые долго не хотели открывать дверь оперативникам в сопровождении спецназа Росгвардии. Силовики провели больше полусотни обысков в квартирах и на рабочих местах не только банкиров-нелегалов, но и их многочисленных клиентов, в основном представителей предприятий лесной отрасли. За счет заключения фиктивных договоров коммерсанты выводили из своих компаний деньги, укрывая их от государственного контроля. Увеличивая расходную часть и сумму уплаченного НДС, они меньше платили налогов. Поиском таких клиентов занимался организатор преступной группы. Его подчиненные находили номиналов, подставных людей, которые выполняли черновую работу, оформляли на себя фирмы-однодневки, банковские счета и карты, а затем проводили транзит денежных средств и обналичивания. В основном это студенты, люди без постоянного места работы, у которых какие-то перемены, заработки только имеются. То есть за какую-то небольшую сумму, порядка от 1000 до 10 тысяч в месяц, они были готовы оформить на себя организации, оформить банковские карты, с помощью которых обналичивать большую сумму и передавать по цепочке. Людям, которые их привлекли, те, соответственно, организаторам, а организаторы – клиентам своим. Сами же банкиры-нелегалы получали огромные суммы от 2 до 4% за транзит и от 6 до 8% за обналичивание. По первичным подсчетам силовиков сумма нелегальных доходов за 3 года превысила 135 миллионов рублей. Организаторы преступной схемы взяли под стражу. Троих его подчиненных отпустили под домашний арест. Пятый фигурант – особожен под подписку о невыезде. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Наказание до 7 лет лишения свободы. Условным лишением свободы отделали сотрудники Нижнеодовской районной больницы. Бывшего главного врача Андрея Налимова и его заместителя Александра Хлыбова, а также двух медсестер, признали виновными в незаконном обороте наркотических средств. По данным следствия, медработники решили использовать списанные обезболивающие препараты для тяжелобольных без специального учета. Чем оборачиваются такие благие намерения, расскажет Таисия Жакова. В октябре 2016-го сосногорские наркополицейские провели проверки лечебных учреждений района. В поле зрения оперативников попала Нижнеодовская больница, в которой были замечены некоторые странности в обороте с неучтенными медикаментами. Оказалось, осенью 2015-го родственники умерших онкобольных вернули в больницу 43 ампулы промедола – сильного обезболивающего препарата. По требованию законодательства эти лекарства строгой отчетности подлежали утилизации специализированной лаборатории в Ухте. Но по распоряжению главврача Андрея Налимова, препараты были уничтожены лишь на бумаге в Нижнем Одессе. Через своего заместителя Александра Хлыбова, руководитель медучреждения, пустил их в нелегальную реализацию для нужд острых больных. В последующем уже данные наркотики были переданы на отделение скорой помощи, где сотрудники скорой, один из фельдшеров, скажем, таких реализовывал. То есть он укалывал данные наркотические средства без какой-либо материальной или иной выгоды для себя больным, онкологическим больным, который страдает тоже сильными болями, просит их. То есть он принимал как бы уголовный нелегальный наркотик. Хотя он не имел право применить легальный наркотик, у него были для этого основания. Через год из 43 ампул осталось 27. 7 штук были использованы в том числе для мальчика, пострадавшего в ДТП. Куда девались еще 9, установить не удалось. Следствие выяснило, легальных ампул с промедолом было в достаточном количестве в больнице. Видимо, врачи или не хотели возиться с обязательным оформлением документации при использовании наркотических средств, или просто решили не уничтожать препараты, а использовать их для больных. Но независимо от благих намерений, следствие трактовало инцидент в больнице как хищение и сбыт наркотических средств. А изготовление актов об утилизации, которые вместе с Налимовым подписали две медсестры, как служебный подлог. В ходе разбирательства по этому делу силовики попутно выявили еще и факт получения мелкой взятки Хлыбовым в виде банки кофе и бутылки коньяка. Осенью 2016 года 20-летний житель Сосногорского района, намеревавшийся уклониться от воинской службы, обратился в Нижнёдовскую районную больницу зам главного врача. Попросил своего подчиненного наложить гипс на правую руку уклонисту. Лично проконтролировал этот процесс, выписал ему больничный лист и внес необходимые записи в медицинскую карту. В дальнейшем на основании этих сфальсифицированных документов молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Александру Хлыбову за эпизод с уклонистом Сосногорский суд ограничил свободу передвижения. А вот за историю с промедолом наказал строже. Четыре года лишения свободы условно. Андрей Налимов тоже получил условный срок на пять с половиной лет. Оба надолго лишены права занимать руководящие посты. Медсестрам Каниной и Бобровой дали по два с половиной года и также условно. Запретом на медицинскую деятельность, связанную с оборотом наркотических препаратов. Приговор осужденный обжаловать не стали. В Сыктывкаре задержан очередной воришка. По версии следствия, злоумышленник похитил из салона сразу три дорогостоящих смартфона раскрученного бренда. В конце августа в полицию позвонил представитель одного из салонов сотовой связи. Продавец заявил, примерно в четыре часа вечера из магазина неизвестный похитил товар. Лицо воришки зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как в торговую точку вошла группа молодых людей. Один из них воспользовался моментом, когда оба продавца отвлеклись на других клиентов и подошел к стеклянному стеллажу. Просунул туда руку, забрал гаджеты и спешно удалился. Позже, благодаря этой записи, сыщикам удалось задержать подозреваемого. На допросе молодой человек пояснил, что на преступление он шел целенаправленно, выбирал дорогостоящие имущества. Похищены были три сотовых телефона марки iPhone и Monopod. Стоимость данного имущества, по предварительным данным, превышает 100 тысяч рублей. Впоследствии он пояснил, что все похищено, но он сбыл неустановленным лицем. Сбыть похищенное злоумышленнику не составило особого труда. Смартфоны были в коробках вместе с гарнитурой и документами, плюс значительная скидка от торговца с рук. Установить покупателей ворованной техники полицейские пока не смогли. Молодого человека на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Теперь 31-летнему сыктывкарцу грозит за кражу до 5 лет лишения свободы. Также мужчине придется полностью возместить в магазину причиненный ущерб. С каждым годом мошенничество приобретает все большее разнообразие. Увеличивается количество потерпевших и возрастает сумма похищенного. Под удар в первую очередь попадают самые доверчивые – пожилые люди. Какие схемы преступлений чаще всего используют для обмана стариков и как защититься от аферистов, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Здравствуйте, я следователь. Ваш родственник совершил преступление. Хотите помочь избежать тюрьмы? Переведите деньги на указанный счет. Такие пугающие слова слышали многие пенсионеры, ответив на звонок с неизвестного номера. Конечно, никакого криминала с близким человеком не было. Просто это орудуют телефонные мошенники, вытягивая деньги из доверчивых стариков. Способ самый излюбленный, но далеко не единственный. Многие пожилые заказывали лекарства, чудо-приборы или биологически активные добавки через почту. Этим активно пользуются мошенники. Звонят, представляются прокурором или неким юристом и сообщают, что приобретенные товары оказались некачественными. За них полагается крупная компенсация, к примеру, миллион рублей. Но для получения денег нужно сначала якобы возместить расходы за судебные тяжбы и оплатить банковские услуги по переводу этой суммы. Понятно, что покупая такого кота в мешке, жертвы остаются ни с чем. От такого вида мошенничеств может спасти ваша бдительность. Не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон позвонил неизвестный и обещает золотые горы, не спешите выполнять его просьбы. Лучше проконсультируйтесь со знающими людьми или просто позвоните своим родственникам. Спешка в этом деле может повлечь большие финансовые неприятности. Мошенники часто обманывают пожилых прямо на дому. В дверь стучат неизвестные и представляются сотрудниками газовой или другой коммунальной службы. Обычно злоумышленников двое. Они сообщают о срочной проверке оборудования. Один из визитеров уводит жертву на кухню под предлогом проверки плиты или колонки. В это время второй ходит по квартире и ищет ценности. Когда сбережения найдены, аферисты забирают их и быстро уходят. Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде чем впустить их в дом, попросите показать документы. Если у них нет с собой удостоверений, не впускайте. Если удостоверения есть, но вы сомневаетесь в подлинности их, позвоните в организацию, которую гости якобы представляют. Спросите, действительно ли их сотрудники направлялись по вашему адресу. Если нет, звоните в полицию. Следующий вид обмана – подмена денежных купюр на ничего не стоящие билеты банка приколов или фальшивки. Мошенники приходят к пенсионерам, потому что у них плохое зрение. Визитеры сообщают, что в стране проходит финансовая реформа и старые банкноты меняют на новые. Поверив в этот миф, пенсионеры отдают аферистам настоящие деньги, а взамен получают фантики. Обман раскрывается только тогда, когда пожилые люди расплачиваются ими в магазинах. Обмануть старика – дело несложное. Мошенники без зазрения совести готовы вытянуть из жертв последнее ради собственной прибыли. Если вам звонит неизвестный и обещает быстрое обогащение, не верьте – это может быть ловушка. Не впускайте незнакомцев на порог, пока не убедитесь в честности их намерений. Бдительность и трезвая оценка ситуации – вот ваше главное оружие. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа можно идти на сайте yurgan.rf. Напоминаем, телеканал «Юрган» уже три месяца в пакете Триколор ТВ. Следующий обзор чрезвычайных событий региона проведем в понедельник. Берегите себя и своих близких. Триколор ТВ Триколор ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...